Но вот диву даешься, слушая меланхоличные завещания типа бизнесменов. У нас проблемки? Да нет, проблемки-то у вас. А нормальные люди продолжают строиться, и деньги есть у всех. Вопрос, что купить? Идеальный вариант – свой дом, затем хата. Но свой дом-то лучше и по цене. Двухкомнатной хрущевой квартирке вы покупаете свой нормальный дом. Кстати, о птичках. Вы можете свой дом грамотно спланировать, как это делал мой дед. Вроде обыкновенный и не самый крутой дом, но всего хватало. Теперь о том, как строиться. Вначале был каркас, через месяц его уже обшили, потом окна и далее в завершении сайдинг. Но чем это не круто, а? Все то же самое вы можете сделать и в садах. Надо просто понять, что вам нужно, и определиться. И по сути, если вы не можете купить себе землю в городе, чем вам в сад-то не место. Уж поверьте, топиться нормальным и грамотным электричеством в таком-то доме легко. Другой вариант. Перестройки вашего маленького сруба в большой дом. Так это так же просто. Кстати, вариантов оплаты много. Но не каждый работает на ипотеку, а Экодом 74 делает это легко. И вообще мне нравится заниматься. Я вам показываю, как себе строить нормальные дома. Я не работаю на комбинате, я не показываю вам то, что за моей спиной. За моей спиной нету ни домен, ничего. За моей спиной старается то, для чего вы живете. Потому что работа на дом, ну, это не есть айс. Вы, конечно, можете поработать и заработать денежки. Но где вы будете отдыхать? Вы будете отдыхать в своей квартире? Ну, что такое квартира? Это общага, по сути. Справа, слева, везде соседи. И даже музыки послушайте. Либо в оконцовке вы себе можете купить дом. Кстати, насчет дома. Любые дома вам предоставляются в ипотеку. Сумму я вам говорил, да? Она не такая уж большая. Почему интересен дом свой лично? Потому что это ваша территория. И цена не сильно большая. То есть, допустим, сильно вы захотели нормальный дом, 80 квадратный, то миллион четыреста это можно сделать. Плюс небольшая сумма за землю. Но если вы захотели продать свою, допустим, двухкомнатную хрущевку, даже может быть и однокомнатную, хватит, там чуть-чуть доплатите. Вот, но если вы еще трехкомнатную, крутую, продадите за три с половиной миллиона, то тогда уже на двухэтажный дом сто процентов хватит. То есть, человек купил землю. Не сильно большие деньги он сюда вложил. Практически 400 рублей. То есть, сруб и кусок земли. А, но теперь он захотел то, что круче. И вот то, что здесь будет, двухэтажный настоящий дом, добавит ему всего один миллион рублей. Нормально? Помнится, мы как-то вам продемонстрировали гринборд. В огне он не горит, как и Аковата. Ну, а как же сруб? Его вымачивают. В смысле, не сруб, а каркасную конструкцию. Если вы не решили проплавить металл, то ничего с вашим домом-то и не случится. НИЧЕГО! А теперь маленькой истории. Сейчас я вам кое-что расскажу, а вы уж дальше думайте. Замечательная Америка. Сногсшибательная Америка. Она строится вот из каркасных вещей. В отличие от России, замечательной Америки, на такие каркасные вещи ставится обыкновенный утеплитель. Ну, либо что-то такое. Раньше войлок был еще. Вот, а потом маленькими-маленькими штакетиками все это дело обрабатывается. Представляете, да? И вот так выполнена вся малоэтажная Америка. Обыкновенный панельный дом, который стоит, кстати, не один год, и не 10 лет, и не 100 лет, а могут быть и 200, и 300 лет. Они стоят. Никаких проблем не возникает. Кстати, чтобы понять, из чего все это сделано, я вам показал местечко такое. Так вот, все вот эти штучки, они обрабатываются. И даже если будет какой-то дивный ураган, ничего не случится. Но это вам не тот самый дом. А вот снаружи здесь будет фибролитовая плита. Еще мы ее называем гринборд. Ну, чтобы понятно было. Вот. И то, что будет внутри, и то, что будет снаружи, и то, что будет потом, и не прошибешь даже ничем. Потому что вы бы попробовали ее пробить. А, не получается. Да, я был в Америке, и до последнего я не понял, как из пистолета-пулемета вы можете прострелить дом. А теперь я знаю, из чего они созданы. И непонятен результат. Хотя все и так должно быть понятно. Одноэтажная Америка делается по модульной схеме. И живут они там припеваючи. А чем мы-то хуже то? Что, что за моей спиной? Сейчас продемонстрирую. С той стороны вы это не понимали, да? То есть, сруб, сруб маленький, и он внедрен в конструкцию. Понятно, да? То есть, ну, срубе там может быть две-три комнаты среднего размера. А все, что снаружи, да, вот это теперь качество. Это качество, это строительство, которое вам гарантирует фирма Экодом. Мы сегодня вам показывали много-много разных мест. С одного в начале, второе, третье. Это было круто. И вот вы представляете, да? Вот это все, и это все 20 тысяч долларов. Естественно, не до конца, потому что, ну, понятен результат. Человек дальше будет сам соображать. Но в итоге, то есть, если вы работаете с фирмой Экодом, вы понимаете результат. Даже если вы отдали им свою квартиру, они вам построят замечательный дом. И, кстати, и, кстати, можно же так сделать, чтобы потом еще приподнять. то есть, ставится небольшой, 80 квадратный метровский дом, небольшой такой, а потом вы можете еще настроить. И получается то самое место. То есть, если вы чуть-чуть уменьшите, ну, там, вот, то вы никогда не попадете в ту самую дивную сумму. Налог с владельца недвижимости. Хорошая тема? Еще какая? Ну и вот. В большинстве случаев хаты там снимаются. Некоторая часть находится в ипотеке. Ну, а тут возникает вопрос, как платить с хаты, когда они там стоят от 150 тысяч долларов. Кстати, средняя там цена примерно 300-400 тысяч долларов. Долго, господа. И не факт, что вы сможете это сделать. Здесь нормальный дом стоит всего 20, ну, 30 тысяч долларов. Кто хочет больше, думайте сами. Для нормальных перцев есть и недорогая ипотека. Итак, вы приехали в город Магнитогорск. Но город Магнитогорск славится не только своими людьми, которые строят. Некоторых пришли, заключили договор, вот он поставил там фундамент и потом и сейчас. В данном случае с кем вы работаете и кому вы предоставляете свои услуги? Мы работаем с компанией Кодом 74, которая занимается строительством домов. Компания достаточно давно находится на рынке и осуществляет постройку качественного и доступного жилья. Мы предоставляем ипотечные займы на покупку и приобретение и строительство этого дома как организация партнера. Ну, естественный вариант в том числе и материнский капитал. Да, конечно. То есть любые варианты и сертификаты мы рассматриваем и осуществляем их реализацию с помощью ипотечных займов. Какое может быть жилье в общаге? Потому что вы покупаете недвижимость и уже ничего не можете делать потому что везде соседи. Гораздо проще купить свой дом. И вот они готовы свою квартиру продать. Вы готовы взять эту квартиру и дать тому, кто в действительности может вам эти деньги заплатить? Конечно, мы поможем реализовать это жилье и предоставить все возможные варианты для приобретения нового и строящегося жилья. Любой человек, который обладает возможностью приобретения жилья, он, конечно, подумывает о реализации своего имеющегося, дабы получить более широкий спектр вариантов. Естественно, мы ему помогаем в этом и реализовываем и предлагаем новые варианты. Мы еще немножко так маленькую рекламу Экодому скажем, что по цене двухкомнатной хрущевки вы, по сути, можете себе купить жилье общей площадью 80 квадратных метров. Да, действительно. То есть, имея в наличии у вас жилье с соседями, опять-таки, повторяюсь, допустим, с квартирантами, возможно, где-то, с домоуправлением вы получаете по сумме своей двухкомнатной квартиры отдельное жилье, которым вы можете делать все, что вам угодно. И теперь другой вариант безгеморойный. Хотите, чтобы было все и хотите новое место? А пожалуйста, Экодом 74 может вам построить дом в поселке Светлый, Нежный, Звездный, Княжево. Все новое, новый асфальт, новый газ, новый водопровод, провода тоже новые и сортир, и сортир, извините, новый будет. То есть, будет круто, да и сделается все легко. Ну, во-первых, разрешите вам сказать спасибо. Дело в чем заключается? Мы вчера посмотрели и я получил удовольствие. Не каждый день получается удовольствие тот, кто может снимать. И я так понимаю, что все устроится, никаких проблем вообще не существует, ни зимой, ни летом. Да, строим круглый год. В принципе, сейчас лето, строительный сезон начался. Ну, наверное, увидели, по объектам ездили. То есть, стройка идет, все нормально. Возникает вопрос, сколько все это дело стоит? Потому что у людей возникают тоже такие проблемки. Наверняка, все стало гораздо дороже. Смотрите, базовая комплектация, она стоит от 11 тысяч за квадратный метр. Это по общей площади дома. Если, допустим, с наружной отделкой металлосайдингом и пластиковыми окнами, ну, в среднем где-то цена там от 15 тысяч за квадратный метр получается. Дом полностью под ключ, с электрикой, сантехникой, отоплением, канализацией, вентиляцией, по чистовую отделку от 18 тысяч за квадратный метр. Ну, так это круто получается. Хорошая, достойная цена. Возникает отдельный вопрос. А если чуть-чуть денег не хватает? Или бы сильно-сильно захотелось, но не хочется жить в этих, в малосемейках наших. Ну, не хочется жить. Да не хочу я жить и в хрущевках. Ну, смотрите, у нас партнеры, компания ипотечный центр содействия предоставляет внебанковское кредитование от 13% годовых. То есть, вообще никаких проблем не существует, да? Проблем с кредитованием у нас не существует. Можно строиться в кредитах. А возникает другой вопрос. Пожил я все-таки вместе с соседями. Вот. Сосед сверху меня топит, сосед справа говорит, музыку не слушай, сосед снизу говорит, вы сексом не занимаетесь. Вот. Я бы хотел свою хрущевку там, да может быть, трешечку продать. Вот, допустим, мы говорим про хрущевку, да? Ну, плюс там землю, это мы можем купить. Ну, вот. Или трешечку продать. То есть, вот давайте просто поделимся. Дом площади 80 квадратов. Сколько он мне обойдется? Ну, где-то в среднем по чистовому он обойдется где-то в районах миллион четыреста, миллион четыреста пятьдесят. Где-то так. А если это будет три с половиной миллиона? Ну, за три с половиной миллиона можно достаточно большой дом поставить площадью 150 квадратных метров полностью под ключ. И с земельным участком это все. Вау. Насколько все это круто. Будем надеяться, что мы к вам подойдем. Да, приходите, будем вас ждать.